Здравствуйте! Меня зовут Юля и вы на канале Все Мире Связано. Сегодня мы с вами поговорим о новой моей пряже, о моих покупках, о моем процессе. Сейчас у меня на спицах вяжется кофточка для моей младшей дочки Сони на возраст 5 лет. Вот смотрите, очень красивый цвет, приятный глазу, такой не ядовитый. И знаете, что в глаза бросается, а он такой, знаете, спокойный, весенний. Ну, мне очень понравился. Вяжу я на спицах номер 5. Это нитпро, кубические. Очень удобно ними вязать, но если бы они были по длине немножко больше. Это укороченные спицы, ними хорошо вязать и рукава, когда присоединяете в регуане, шапочки. Но, когда полотно очень большое, рука устает. Вот так. Вот мой маркер, который я сама делала. Это ручная работа, хедмейт, как любят говорить. Вот такой тоже сама я делала. Люблю, знаете, вот не просто вязать, да, как бы на автомате, а чтобы еще вязание приносило какой-то эстетический вид. Вот так. Кофточку я вяжу узором, буду вязать. Я вам покажу вот здесь картинку. Я ее только начала, так что нет, не могу вам показать что-то такое уже связанное. Связала только резинку. Дальше начала вязать изнаночные ряды, так как кофточка будет связана с изнанки рисунка листья. Мне очень он понравился, особенно на взрослых моделях, как смотрится красиво, и мне захотелось. Для себя я вязать не стала, так как пряжи мне не хватит на себя этой. Так что вяжу для младшей дочки. Надеюсь, мне хватит. Если не хватит, то рукава я не буду вязать, а свяжу как бы без рукавку, вот так. Вот вы смотрите пряжа, да, и все думаете, что это сонимская пряжа. Нет, это не сонимская пряжа. Я для себя открыла новую пряжу. Это пряжа Полесье. Тоже белорусская она, но мне по тактильным ощущениям она мягче. Состав тот же, 30% шерсти и 70% акрила. Метраж тот же, 800 метров на 100 грамм. Или 400 метров на 50 грамм. Вот это у меня моточки идут по 50 грамм. Смотрите. Она совсем не скрипит на спицах и совсем-совсем не колется. Вот так. Я довязала свой изумрудный реглан, кофточку. Кто смотрит, тот видел. Я его вязала сонимской пряжей. Ну, она мне, вот немножко, да, колкость у нее есть. Совсем немножко, но есть. А это вот намного приятней. И цвета очень красивые есть. Кому интересно, я вам оставлю ссылочку внизу под видео. И вы сможете посмотреть интернет-магазинчик, где можно приобрести данную пряжу. Она классная. Вот смотрите, как она ложится. Вяжу я с четырех моточков. Каждый моточек смотан две нитки. Вот видите? Очень красивая. И мягкая-мягкая вот так. Приятная, конечно. Итак, что я вам хотела сказать. Вот видите, она. Цвет очень красивый, такой спокойный. Мне очень сильно нравится. Сейчас вам покажу. Довольна я этой пряжей. Пока это все с этим процессом. И сейчас вам покажу я пряжу. Вот такую пряжу. Это, кто знает, это лифчари 400. Смотрите. Это коралловый цвет. Я вам покажу топ. Вот здесь фотографии. Но он связан с тоньшей ниткой. Но данной марки пряжа была. Состав. Хлопок 75%. Акрила 25%. Пряжа мягенькая и хорошая. Она мне напоминает турецкую пряжу. Забыла, как она называется. Но там было на 100 грамм. 200 метров вроде бы. Тоже она такая по толщине хорошая была. Я вязала с нее голубую кофточку. Вот эта пряжа одинаковая. Она и по составу одинаковая. И по ощущениям. То есть хорошая. Итак. Здесь моточек 200 грамм. В 200 граммах у нас 400 метров. Рекомендует нам крючок 3,5 и спицы 3,5-4. Я буду вязать платье вот с этой пряжей. Так что девочки, кому интересно. Ссылочку опять же смотрите внизу под видео. Кто захочет купить вот такую пряжу. И на нее бюджетные цены. Вот так. Это бюджетный вариант для вязки. Так что скоро мастер-класс. Да, я показывала, что я буду вязать там желтой пряжей. Но потом, когда мне предложили связать вот с этой пряжей платье. Я согласилась и в принципе не жалею. Буду вязать с этой и платье получится одинаковым. У меня три моточки этой пряжи. Просто с одного моточка я уже начала вязать образцы. Вот. Буду вязать спицами номер 4. Сделано в Украине. Сейчас вам покажу образец, связанный с этой пряжей. Вот смотрите. Образец. Как хорошо ложатся петли. Ровненько. Все чудесно. Мне все нравится, как обычно. Я, конечно, не придирчива к пряже. Но вязать тоже с какой-то непонятной пряжей я не буду. Так как я трачу свое время, свои силы на изделия. Изделия я вяжу, конечно, не маленькие. И поэтому хочется вязать с качественной пряжей. Я уже вязала с хлопка. Меня он не расстроил данного производства. Почему я решила вязать с этой пряжей? Так как у нас уже весна, а та пряжа предыдущая, которую я вам показывала, с которой хотела я вначале вязать платье, она идет в состав, входит шерсть. И я подумала, зачем на весну мне вязать платье из шерсти. Да, теплое, очень теплое платье. Если можно вязать с летней пряжей, и Соня сможет поносить весной. Летом, конечно, хлопок, он сам по себе жаркий, это еще толстый хлопок. А вот весной платье будет как раз, я считаю. И она уже ждет, не дождется, когда уже довяжется ее платье. Говорит, почему у Дианы уже есть платье, а у меня еще нет. И она захотела такое самое, как и у Дианы, серое платье. Поэтому приходится дублировать изделие. Вот так и приятно, знаете, вот когда вы вяжете какое-то изделие. У меня была такая ситуация, вязала я кардиган, фотографию вам вставлю вот здесь, для Дианы. Она говорит, ну буду я вот носить его дома. Я говорю, почему, ты же можешь его одевать в школу. Она говорит, нет, я не хочу, это как бы вязаная, она как бы не очень любит вязаные вещи. Вот, наверное, как и папа, ручная работа не очень нравится. Больше покупное носит. И она говорит, не буду носить я в школу, все. Ну, я так немножко подрастроилась, думаю, ну, знаете, старалась. Это большое изделие, вязала я, вязала его так немалое время. И потом, когда уже я его довязала, когда она примерила его, кардиган этот, она такая была довольная, как он сидит по ней, да, как ей цвет идёт. Говорит, мама, можно его завтра в школу оденать? Говорю, конечно, конечно же можно. Я, в принципе, для этого и вязала. Не просто, знаете, так на полку в шкаф положить, чтобы оно лежало. И мне очень-очень сильно было приятно, что силы потрачены не зря. И что дочка реально хотела его одевать и показывать на людях, что ей не стыдно. Вот так, сейчас расплачусь. И вот, я что-то, в последнее время что-то впечатлительное стало. Вот так, так что вяжите, девочки, чтобы дети носили изделие, чтобы им нравилось. Завтра уже выйдет первая часть по платью, так что, девочки, ждите, кто хотел связать. Я же говорю, я вам рассчитала так, что вы сможете связать на любую модель, да, на любой размер вы сможете по расчётам связать. А если какие-то будут затруднения, я всегда, я стараюсь всегда отвечать на все комментарии. Я там пересматриваю видео. Да, есть такие комментарии, знаете, не досмотрели до конца, не услышали, может быть, не обратили внимания. А потом переспрашивают то, что уже было сказано в видео, но они каким-то образом это не заметили. Неприятно, конечно, писать ответы на такие комментарии. Хочется написать, почему же вы не досмотрели, почему до конца не увидели всё. Ну, а в ответах, которых нуждаются, я всегда пишу. Так что, если вдруг вам будет сложно рассчитать, вы пишите в комментариях под мастер-классом, и я вам рассчитаю все петли. Помогу, точнее, рассчитать, чтобы вы связали платье. Платье получилось классно, мне очень нравится, и что оно связано не по описанию. Для этого проекта я купила вот такие спицы номер 4. У меня четвёрка есть, но они укороченные, нитпро, и они симфония вуд. Они очень маленькие, я не знаю, там сколько они, не знаю, 6 или 7 сантиметров. Вот так, ну очень. А вот эти я купила всего за 26 гривен. У нас на базарчике я ездила в банк, открывала счёт и вот купила вот такие спицы. Ну, не знаю, я их открыла, ещё ними не вязала, посмотрела на них. И что я хочу сказать. Здесь тросик 80 сантиметров. Вот здесь они чем-то смазаны, таким чёрным. И когда я его в автобусе открыла, вот так провела, здесь была чёрная такая смазка на руках. Так что их нужно чем-то сначала вымыть, наверное, и потом уже только вязать. Ну, в принципе, здесь всё гладенькое, всё мне нравится. И знаете, возникает в голове такой вопрос, а зачем переплачивать? Да, зачем за 100 гривен, за 200 гривен спицы? Если можно купить за 26 или купить на эти 200 гривен, не знаю, 10 пар спиц, грубо говоря. Если нет у человека возможности, то я думаю, что это не плохой заменитель дорогих спиц. То есть, можно покупать, можно вязать и бюджетным вариантом. Главное, чтобы было желание вязать. Так, ну, на этом у меня всё. Такое коротенькое видео получилось, чтобы вы знали, с какой пряжей я буду вязать. Кто захочет именно с этой пряжей связаться, ссылочку вам оставлю. Под видео, заходите, смотрите, там есть разные цвета. Есть и потолще хлопок, и потоньше, так что и шерсть есть. Так что выбирайте, заказывайте, вяжите с удовольствием, вяжите для своих любимых, знакомых, родных. И хочу пожелать вам хорошего настроения, чтобы в вашей жизни всё получалось, что вы задумали, все планы ваши исполнились. И помните, что всё в мире связано. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!